Всем привет! Недавно я наткнулся на рекламу такой игры, и мне понравилось как тут происходит строительство зданий, поэтому я решил вам показать как создать подобный эффект. Сначала нужно сделать появление самого дома. Все можно сделать с помощью системы частиц. Для этого нужно выбрать сначала модель дома, тут Render Mode выставить Mesh и выбрать саму модель. И после этого выбрать материал дома. Render Element нужно выставить Local, так как модель дома не должна поворачиваться вслед за камерой. И также нужно выставить Cast Shadows On, чтобы появилась тень от этого дома. После этого нужно выставить Speed 0, Emission выставить Rate Over Time 0 и выставить Boost одной частицы. Duration пусть будет 3 и время жизни дома 2. Также нужно отключить клодку Shape, так как она не нужна, потому что нам нужно, чтобы дом появлялся на одном месте. Появление дома можно сделать с помощью увеличения его размера. И поэтому я выберу вот такую кривую, чтобы он сначала вот так и появлялся. Взял только размер поменьше. Теперь нужно скрыть появление дома за какой-то системой частиц. Для этого нужно создать новую. И тут я уже буду делать какие-то искры. В Render Alignment можно выбрать какой-то материал, который имеет больше свечения. Вы ее можете сделать сами. Материал делается очень просто. Достаточно Create Material. Выбрать тут Shader Particles. Standard Until. Выбрать Rendering Mode Fade. И Color Mode Additive. И тут уже выбрать вот тут саму текстуру. И после этого этот материал поместите в систему частиц. Так, тут также выставлю Duration 3, как и для дома. Lifetime пусть этот частиц будет от 0.1 до 0.4. И скорость от 0 до 25. Вот они сейчас так летят. Но мне нужно, чтобы они появлялись в форме дома. Для этого нужно выбрать Box Shape. И выставить этот Shape размером с дом. Тут пусть будет 8 или 10. А тут пусть будет 7. И нужно перевернуть это на 90 градусов, чтобы они летели вверх. Так, тут нужно выбрать Render Mode Stretchable Booth, чтобы частицы были длинными. И Lenscale пусть будет 45. Так как они вот такие длинные, можно сделать Size 0.2, например. И переместить на 5 единиц вверх. Думаю, будет нормально. Вот так. Теперь можно выключить Rate Over Time и выставить Burst. Примерно 60 частиц. Вот так. И выбрать им какой-то цвет. Вот. Еще можно сделать им уменьшение размера со временем. Пусть размер этот криповый уменьшается вот так. Это их толщина. И тут пусть размер уменьшается вот так. Это их длина. А третья кривая, она ничего не делает. И вот вышел пока что такой эффект. Появление дома. Но это еще не все. Можно еще добавить каких-то искр. Пусть тут время жизни искр будет уже от 0.2 до 0.6. Скорость чуть меньше. Примерно от 55 до 20. Ну вот, чтобы не была какая-то средняя скорость. Тут уже можно выставить им Billboard Mode. И размер чуть побольше. Пустим от 0.2 до 0.4. А также нужно еще переместить их прямо вниз. И shape можно вот тут изменить от 1 на 0.1. 0 нельзя ставить, так как если выставить 0, они будут лететь в сторону. Поэтому 0.1. Вот пока что такой эффект выходит. В принципе с искрами все. И можно еще добавить эффект свечения такой вокруг дома. В момент появления. Для начала нужно сделать одну модель. Для любых объектов достаточно создать одну модель куба. После этого нужно перевернуть на минус 90 градусов. Нажать Ctrl A. Сохранить. И перевернуть на 90 градусов. Для экспорта в Unity. После этого нужно прийти в режим редактирования. Выделить верхнюю и нижнюю стороны. И удалить. Также нужно все это выделить. И поднять на одну единицу вверх. Вот. И прийти в режим UbiEditing. Выделить все это. Повернуть на минус 90 градусов. И растянуть. S, Y, 4. Растянуть по всей площади. И теперь уже можно экспортировать. File Export FBX. И обязательно выставьте настройки FBX All. После того, как вы перетащили модель Unity, выберите ее место дома. Вот. И выберите какой-то другой материал. Вот я выберу тот материал, который я создал в начале видео. И нужно тут еще добавить какой-то градиент. Вот. Примерно вот такой. Так. Тут еще нужно выставить галочку Toeside, чтобы он был двусторонним. И нажать Apply to System. В этой системе частицы. И тут появились вот такие вот Custom Vertex Stream значения. Можно изменить цвет. И выставить размер по форме дома. 3D Start Size. И тут уже смотреть, какой размер подойдет. Вот так. Но нужно, чтобы это свечение просто появлялось вверх. И постепенно становились прозрачным. Вот так. Тут время жизни можно поставить 0,2 секунды. И Size Over Lifetime. Тут пусть будет просто ничего не изменяться. И чтобы это все поднималось вверх. Вот примерно так. И обязательно не забудьте выключить тень свечения, чтобы не было артефактов. Кстати, этот эффект вы, как обычно, можете скачать на моей странице Patreon. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok